В этом году исполняется 170 лет со дня рождения великого казахского кюйше композитора Казангапа Тлеббергенула. В честь этой даты в областном историко-краеведческом музее состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие исследователи, педагоги и учащиеся школы одноименного заведения. Казангап Тлеббергенула Тематика Эвакюев разнообразна. Казангап Тлеббергенула родился в 1854 году на территории нынешнего Шалкарского района Октябинской области. Мероприятие, посвященное памяти кюйше, было организовано Октябинским областным историко-краеведческим музеем. На встречу были приглашены исследователи жизни и творчества Казангапа Тлеббергенула, а также педагоги и ученики одноименной музыкальной школы. Все произведения Казангапа Тлеббергенула отличаются своей насыщенностью, оригинальностью, индивидуальностью, народными мотивами. Одна не повторяет другую абсолютно. Исполнение, сама техника исполнения, которую сейчас продолжают исполнять наши местные кюйше и вообще кюйше всего Казахстана, они отмечают, что кюй Казангапа Тлеббергенула, она не повторяется ни с одним кюйше всей исполнения, поскольку, казалось бы, для некоторых кажется, что кюй исполнить легко, но сама техника исполнения, сама подача, и в его кюях лежит глубокая философия. То есть, настолько нужно быть одаренным и талантливым человеком, чтобы передать те самые исторические события или то чувство на тот период. Мероприятие приняли участие деятели искусства, исследователи, а также талантливые юные музыканты, обучающиеся игре на думбре в детской школе искусств имени Казангапа. Сегодня я исполнил кюй композитора, рассказал о его музыке. Первый, кто записал кюй Казангапа и ввел их в программу обучения в Казахской консерватории, композитор-садвокат Балма Гамбетов. Именно он распространил творчество Казангапа. Он тоже родился в Шалкарском районе. Он сохранил чистое звучание кюй в Казангапа. Я знаю около 40 кюй в композитора. Исполняя эти произведения, нужно даваться музыке со всей душой. В музее присутствующим также представили экспонаты, связанные с творчеством известной личности. Славу Казангапу принесла не только его композиторская деятельность, но и талант исполнителя-импровизатора. Он виртуозно играл на думбре обеими руками. В Октябрьском историко-краеведческом музее представлена копия думбры кюйши. Оригинал инструмента находится в городе Алматы в музее имени Ухласа Дукенула. В честь 170-летия композитора в городе и в районах запланированы и другие мероприятия, которые пройдут с 31 октября по 1 ноября.